Народ, всем привет! Вы находитесь на канале Технобар Плюс и сегодня у нас краткое такое видео распаковка моего нового чехла для айфона 12. Почему я его решил купить на смену своему старому чехлу на айфоне 12? Потому что элементарно вот такая вот ситуация, как вы можете видеть, друзья, произошла. Поэтому, собственно, из-за этого пришлось мне приобрести данный чехол. Данный чехол приобретался в магазине Комфи. Всем жителям Украины рекомендую этот магазин. Сейчас там проходят распродажи, скидки. Посетите. Я думаю, по хорошей цене вы себе сможете приобрести различные гаджеты, а также аксессуары к ним. Этот чехол мне достался за стоимость 80 гривен. Это сущие копейки по сравнению с вот этим, за которые я отдал 200 с лишним гривен. Ну, будем распаковывать. Итак, друзья, в такой упаковке чехол получается из-за того, что, я так понимаю, был немножечко сломан блистер, который его блистировал. Из-за этого, собственно, и продают его дешевле. Но сам чехол, накладка, бампер, с ним вообще никаких проблем нет. Вот такая фирменная ванночка. Кому интересно, вот такого плана чехол ShadowMade Case. Ну, я так понимаю, термополиуретановый полиуретановый на 12, на iPhone 12, а также на iPhone 12 Pro. Пока откладываем в стороночку. Пакетики также какие-то тут, друзья, есть, я так понимаю, документы на уценку. Если я правильно понимаю, маркировочный лист некондиционного товара. Ну, это на уценку, друзья. Потому что товар этот кондиционный. В принципе, упаковка нарушена. Ну, собственно, давайте будем смотреть. Итак, вынимаю свой старый iPhone из чехла и, собственно, сейчас проверим. Кстати, друзья, сразу же ради сравнения делаем. Боковые стенки здесь довольно такие упругие, но в этом чехле они очень жесткие. в зеленом. Здесь есть бархатная подложка и тиснение iPhone. А тут, к сожалению, а может быть, и к счастью, такого нет, друзья. Но перед тем, как я рекомендую каждому, перед тем, как основательно уже на долгое время класть сюда смартфон, в этот чехол, я рекомендую тщательно протереть, дабы не было никакой пыли, там различных каких-то соринок, тщательно влажной салфеткой, а потом сухой тряпочкой протираете и, собственно, можно в смартфон вставлять. Но сейчас как бы не об этом. В этом чехле мне нравится, что вот эти вот нижние бортики, это не вот это вот, как здесь. Я не знаю, с какой задумкой сделалось, что вот тут эти бортики будут жесткими. Ну, а, собственно, верх самое интересное, друзья, что жесткий, а вот здесь вот мягкая. Для чего это, я не понимаю. Ну, как вы можете видеть, само за себя качество говорит. И этот чехол периодически буду, конечно, надевать на смартфон, но носить я буду в основном вот в этом чехле свой смартфон. Так, давайте, друзья, сразу вставим и проверим, как же смартфон будет выглядеть в новеньком чехле. Вставляется он довольно-таки жестко. Да, чехол сел, как плитой, но вот так это как-то выглядит, друзья. Можем поближе вот так посмотрим. Все вырезы отлично, но здесь нет дополнительного бортика для защиты камеры, друзья. Камера, как вы можете видеть, она, конечно, не выпирает сами бортики, вот эти защищает. А, я понял, задумка в этом. Сами бортики защищают. Бортик приблизительно выступает, как вы можете видеть, ну, где-то на миллиметр или на полтора. И причем по всему периметру, то есть спокойно можно класть смартфон на какую-либо поверхность. И, собственно, будет полный порядок. Кнопки. Кнопки вот таких интересных цветов. Единственное, вот этот нюанс мне не до конца понятен. Возможно, по правому бортику здесь хотели как бы либо шнурок, либо что, я не знаю. Вот такое исполнение кнопок мне нравится гораздо больше, нежели вот это. Здесь она практически утоплена. Здесь же кнопочка довольно-таки удачно. Можно на нее палец сразу отложиться. Полный порядок. Цвет мне нравится, как подобран этой кнопке. Необычный цвет. Салатовый. Довольно-таки неплохо смотрится. Вот я покажу вам, друзья, поближе. По верхнему торцу у нас ничего. У меня складывается такое впечатление даже, друзья, что вот эта стенка толще, нежели это. Он смотрится такой, намного компактней смартфон стал. Рамочка поинтереснее тут, конечно. В верхнем торце ничего нет. Слева у нас идет опрятно, аккуратненько вырезан под триггер переключения бесшумного режима для айфона. Вот отверстие. И опять же две кнопочки. Слева салатового цвета, регулировки громкости. Снизу у нас для динамика для микрофона и для разъема Type-C. Прошу прощения, не Type-C от Lightning разъема. Присутствует место, все аккуратно, нигде ничего. Качественно сделан, качественно сделан чехол. Собственно, я надеюсь, что в руке он, кстати, лежит, друзья. Ну, конечно же, грани вот эти немножечко упираются в руку. Ну, я думаю, особого этого какого-то дискомфорта приносить не будет. Зато я уверен, что эти грани будут защищать камеру. Однозначно. Вот. Что касается впереди. Впереди, конечно же, защита есть. Но, опять же, на где-то на пол, ну, на миллиметр даже выступает все-таки рамочка. Это хорошо. В принципе, там особо рука, как на старом чехле, у меня не цеплялась. И тут, я думаю, каких-то проблем не будет. У меня наклеено еще стеклышко. Ну и, собственно, я думаю, что все будет в порядке. Кстати, друзья, кнопочки отлично нажимаются. То есть, реакция молниеносная. Что касается громкости. С этим, опять же, тут полный порядок, друзья. То есть, как бы, мне нравится. Очень нравится. Я, естественно же, его в магазине примерил этот чехол. Ну и, собственно, полностью доволен своей покупкой. Добро пожаловать в Комфе на распродажу, на скидки, друзья. Ну, а с вами был канал Технобар Плюс и распаковка моего нового чехла для айфона 12. Всем удачи, всем пока. Всем хорошего дня. Всех огнял.